Мониторинг зерна Нам сегодня разъяснит директор Алтайского филиала Федерального центра оценки качества зерна Мария Шостак Здравствуйте, Мария Здравствуйте Ну, первый вопрос прежде всего о том, кому и зачем нужен мониторинг зерна Что это вообще такое? Мы все знаем, что Россия это крупнейший производитель и экспортер зерновой продукции И для России очень важен зерновой мониторинг Ввиду того, чтобы мы понимали и определяли качество, количество и безопасность продукции От поля до прилавка Понимали объемы, понимали экспортный баланс, какой он может быть в Российской Федерации А также, чтобы было четкое и осознанное понимание того, что мы можем заложить в интервенционный фонд зерна А также использовать на свои цели продукты перемола И уже какие-то выстраивать направления по использованию самой распространенной злаковой культуры Пшеницы же, самая распространенная злаковая культура мира И в Алтае, и в Сибири, и в России его выращивается больше всего Вот сколько зерна в целом будет исследовано по России, и в частности, например, в нашем регионе, если можно, да, какие-то цифры привести, и на какие показатели? Планируется бесплатный мониторинг качества зерна пшеницы, он планируется в стопроцентном объеме, такого не было никогда То есть все сельхозтоваропроизводители, которые выращивают пшеницу по России, они будут вовлечены в этот мониторинг Это действительно беспрецедентная акция государства, которая поможет крестьянам быстрее реализовать зерно Понять, какие товарные свойства у этого зерна, сформировать определенные партии То есть пшеница 100% Но Центр оценки качества зерна, он же уникальный у нас, он правоприемник Государственной хлебной инспекции И поскольку мы правоприемники Государственной хлебной инспекции, у нас есть эксклюзивная информация за 100 лет по качественным характеристикам зерна В какие-то годы, например, в 2022 году, также проводился бесплатный мониторинг по пяти культурам, которые выращиваются на территории Российской Федерации Но пшеница, конечно, это более объемный и, правильно вы сказали, большой мониторинг по России Вот вы сказали сейчас, все сельхозтоваропроизводители, включая даже мелких аграриев Абсолютно верно, да, все, 100% мониторинг по пшенице А вообще аграрий охотно принимает участие в таком исследовании? Как показал 2022 год, действительно охотно, и я считаю, что это отличный козырь для агрария Понимать, что у него лежит в амбаре, и именно на начальных этапах сбора урожая То есть какого качества у него пшеница, и он уже может, например, понимать, куда ее использовать Поскольку у пшеницы есть очень большое количество показателей, это 12 показателей И классность пшеницы определяется каждым из этих показателей Если, например, натурный вес зерна будет ниже, а клейковина выше, то это уже будет зерно, например, не третьего, а четвертого класса, низший уровень И, например, наш специалист, когда будет выезжать, отбирать пробу Проба будет исследоваться в нашей лаборатории, и мы выдаем качественные характеристики Сельхоз товаропроизводитель уже понимает, для чего он может использовать это зерно Какого оно? Третьего, четвертого класса? На мукомольные цели, например, или для формирования партии на экспорт в тот же Китай, положим Либо, например, если зерно пятого класса, оно недостаточно качественное Если, положим, там определенное количество сорной примеси, и клейковина невысокая, натурный вес невысокий То сельхоз товаропроизводитель уже понимает, что, быть может, не стоит его особо подрабатывать до высоких качественных кондиций Например, по сору, и определить его уже как зерно, которое пойдет на производство комбикормовой продукции Мониторинг вот этого года, он чем-то отличается от предыдущих, и как вообще проходит вот проверка? Очень отличается, поскольку он объемный, большой, это 100%, это точно Он будет определен по бесплатным характеристикам только по пшенице Ну и, естественно, проверка пройдет по всем показателям, которые определят потребительские свойства зерна Сельхоз товаропроизводитель не сможет реализовать свою пшеничку без государственного мониторинга Хочется понять, просто вы выезжаете куда-то там на место к производителю, где у него там зерно это хранится Или, быть может, вообще в поля, как это происходит? На сегодняшний день мониторинг уже стартовал в бумажном отношении, в документарном Всем сельхоз товаропроизводителям в течение недели будет разослано соглашение о безвозмездном мониторинге Когда начнется уборка урожая, горячая пора, сельхоз товаропроизводитель, сформировав партию, убрав зерно в складе Он отправляет нам уведомления на горячую линию, мы получаем уведомления, наш специалист выезжает к нему В сельхоз производство отбирает партию и после отбора партии мы определяем качественные характеристики После чего, опять же, специалист Центра оценки качества зерна вносит данные в систему в ГИС зерно И уже сельхоз товаропроизводитель может либо реализовывать зерно, либо отправить его на подработку, либо на очень разные цели Поскольку пшеница это уникальный продукт Система ГИС зерно, это какая-то федеральная площадка, на которой можно посмотреть, сколько производителей, у кого какого качества пшеница Я правильно понимаю? Это конфиденциальная информация для Россельхознадзора, для Министерства сельского хозяйства и непосредственно для сельхозтоваропроизводителей Если не попасть в эту систему, то получается, не сможешь реализовать? Система действует с 2022 года, и она хорошо себя показала Сейчас все сельхозтоваропроизводители уже с пониманием относятся к этой системе А просто если вдруг, предположим, исследование показывает ошибочно, что зерно не слишком качественное, такое вообще возможно? Ну вот, как я уже говорила, у зерна несколько классов, оно очень может быть разное Может быть реализовано на, например, какие-то цели, на комбикормовые цели, на переработку, на пшеницу, на экспортные моменты Это понятно, но если вдруг ошибка, предположим, вот в принципе ошибочная Ошибочное при исследовании? Да, при исследовании При исследовании у нас аккредитованная лаборатория ошибок быть не может Вот вы сказали, что в принципе агрария, они согласны на эту процедуру Какие преимущества она дает? На одном из форумов я читала, что некоторые производители, они как-то так с опаской к этому относятся Потому что считают, что может быть разглашена какая-то коммерческая тайна То есть какие-то данные, которые они не хотели бы, чтобы распространялись Вот что вы можете сказать по этому поводу? Для сельхозтоваропроизводителей это огромные преимущества Во-первых, они могут быстро сформировать правильную партию, определить качественные характеристики И потом уже понимать, какое назначение этой партии будет И при взаиморасчетах, например, с покупателями, они будут чувствовать себя более уверенно Я считаю, что мониторинг поднимет авторитет продукции наших аграриев Ну и не будут разглашены какие-то данные Здесь это исключено ввиду того, что мы вносим только в личный кабинет данные Это личный кабинет наших аграриев, наших сельхозтоваропроизводителей Алтая То есть и ошибок не может быть, и разглашения быть не может И аграриям в этом смысле стоит быть спокойным Абсолютно верно Вот знаю, что в последнее время вырос экспорт в Китай Что можно сказать по поводу мониторинга оценки качества зерна и экспорта? Не будет ли здесь какого-то камня преткновения в этом смысле? В России проводятся два разных мониторинга, их не стоит путать Большой бесплатный мониторинг по пшенице и есть мониторинг на Китай Действительно, все мы смотрим на сегодняшний день в сторону Китая Товарооборот с Китаем растет И представляете, по прошлому году Сибирь из экспорта российского Отправила 28% продукции в объемах именно Количество экспортеров у нас выросло очень значительно по прошлому году 240 экспортеров это были именно экспортеры на Китай из Сибирского федерального округа То есть цифра такая невероятная, она увеличилась по сравнению с 2022 годом Аж на 40% по количеству экспортеров Мы смотрим на Китай, это не случайно, китайцы предлагают достойную цену И это действительно перспективный, замечательный рынок Для того, чтобы выйти на экспорт на китайский, необходимо произвести другой мониторинг Он называется китайский мониторинг Это совершенно иное, это не государственный мониторинг по стопроцентному обследованию пшеницы То есть сельхозтоваропроизводитель заявляется к нам на китайский мониторинг Мы исследуем сначала семена, потом наши специалисты выходят уже в поле И оценивают карантинное состояние растений После чего, когда сельхозтоваропроизводитель собирает урожай Наши специалисты выезжают уже к ним в склады, отбирают партии пшеницы, гороха, чечевицы То есть тех продуктов, которые стоят у нас в реестре экспортеров на китайский мониторинг И уже у сельхозтоваропроизводителя полное право попасть в авторитетный китайский мониторинг И реализовать свою продукцию уже значительно выше на рынке сельхозтоваропроизводства А Китай, он вообще придирчивый покупатель? Все страны-импортеры, они несколько по-иному относятся к нашей продукции Китай это страна без ГМО Конечно же, в Китае мы не повезем продукцию с ГМО Если говорить, например, о пестицидном поруге, он тоже несколько отличается от нашего российского по техническому регламенту Таможенного союза То есть все страны-импортеры стараются тщательно следить за продукцией, которая ввозится к ним Вот вы выше сказали, что 240 производителей, сибирских только, да, зерна? Сколько из них алтайских и сколько из них поставляют продукцию в Китай? И вот после мониторинга зерна расширяются ли их возможности в плане вот именно объема поставок? Абсолютно верно. Хороший вопрос. Возможности расширятся это однозначно, ввиду того, что сельхозтоваропроизводитель четко будет понимать, какая продукция у него лежит в закромах и куда она поедет Естественно, более качественная, более дорогая продукция. Она ориентирована именно на экспорт Для того, чтобы страна не закрыла свои ворота для поступления продукции с Российской Федерации Поскольку есть такой момент, как нотификации, есть требования стран-импортеров, они отличаются от наших И нотификация грозит чем? Например, страна может прекратить вообще покупку в Российской Федерации того или иного сырья, продукции, переработки По карантинным, например, выредителям, по пестицидам, по некачественным характеристикам зерна Но Алтай, он изначально славится качественной, безопасной продукцией, поэтому китайцы обращают внимание Большое количество китайских экспортеров у нас на территории Алтайского края приезжают, смотрят И неудивительно, что первые протоколы по поставке продукции были именно из Сибирского Федерального округа Подписаны Россельхознадзором и Управлением Китая по качеству и безопасности продукции Вернусь к цифрам выше, вот я спрашивала про то, сколько наших именно алтайских производителей из 240 поставщиков Я правильно понимаю? Большая часть это алтайские производители, поскольку Алтай это житница Сибири В Алтай больше всего производится продукции, нам есть чем гордиться И очень здорово и замечательно, что 5 месяцев 2024 года показывают серьезный рост объемов экспорта Поставки именно муки пшеничной, а не пшеницы Горох наш туда едет, гречиха наша алтайская Конечно, хотелось бы как серьезному переработчику среди всей Российской Федерации Поставлять именно переработанную продукцию, а не нашу замечательную золотую пшеницу Вот вы выше еще говорили о том, что сейчас подаются заявки Сколько заявок уже подано и в течение какого времени вы будете вообще проводить этот мониторинг Это долгая такая процедура Китайский или пшеницы? Ну давайте спросим и про государственный, и про китайский 120 сельхозтоваропроизводителей подали заявки на китайский мониторинг То есть наши сельхозники, аграри ориентируются поставить свою продукцию осенью в Китайскую Народную Республику в Поднебесное То, что касается бесплатного мониторинга, то подписано около 100 соглашений на сегодняшний день И ведется очень активная работа Я думаю, что в течение двух недель все сельхозтоваропроизводители подпишут соглашение о бесплатном мониторинге на пшеницу в Алтайском регионе И начнется уже непосредственно сам мониторинг Сколько он будет длиться? Сам мониторинг будет длиться, как только первый урожай пойдет, как только наши аграрии сформируют партии Они будут у них находиться в амбарах, соответственно, в складах Наши специалисты готовы выехать, отобрать пробы Это, я думаю, при хорошем раскладе, при отличной погоде Это будет конец июля И мониторинг будет длиться до конца ноября По его результатам вы какие-то документы подтверждаете? Абсолютно верно, да, будут подтверждающие документы И мы будем четко, ясно, отчетливо понимать, что же выросло на полях Алтайского края, в каком объеме, какого качества Вот такие бесплатные мониторинги зерна прежде проводились? В 2022 году мы проводили мониторинг бесплатный по пяти культурам Но они были не такие объемные, ввиду того, что, конечно же, пшеница – это наше все, скажем так Это наш сибирский каравай, российский каравай Проводили бесплатный мониторинг по гречехе, по ржи, по ичменю и по сои Вот в Алтайском крае это проводилось Но это действительно было не так масштабно Вот у вас сейчас есть возможность, в принципе, обратиться к аграриям, да, которые еще, возможно, не подавали заявку Или у них, ну, есть какие-то сомнения по поводу вот этой процедуры Вот что бы вы им сказали? Государственный мониторинг – это замечательный инструмент России для того, чтобы вы определили качество, сформировали партии И более выгодно продали свое зерно Ну и в завершении интервью у меня такой вопрос чисто обывательский Ну вот вы сейчас объяснили, зачем это нужно вашему ведомству, зачем это нужно производителям А вот с точки зрения рядового покупателя, вот что мне это дает? Вот я там иду, покупаю зерновую какую-то продукцию Мне спокойнее потом будет жить после мониторинга? Или это меня никак не коснется? Конечно, спокойно, это будет уверенность в том продукте, который у вас на столе Поскольку он однозначно качественный и безопасный Спасибо большое за ваши ответы А я напомню, что сегодня о государственном мониторинге зерна Мы разговаривали с Марией Шостак Заместителем директора Федерального государственного бюджетного учреждения Центра оценки качества зерна До свидания Субтитры создавал DimaTorzok